шалом дорогие друзья с вами яков шатагин из иерусалима и сегодня мы обсудим почему в шаббат столько запретов сотни и тысячи людей жалуются ну почему всевышний в наш выходной когда мы так устали после рабочей недели и мы хотим отдохнуть но почему нельзя телефоны компьютеры машины почему нельзя поехать на море почему все так сложно говорят мудрецы мы вам это сейчас объясним с помощью притчи представьте себе молодой принц-подросток лет 13-14 живет во дворце с мамой и с папой припеваючи все у него есть до такой степени что он вообще ни в чем не нуждается и он очень сильно любит мамины пироги а мама царица королева с удовольствием готовит своему любимому сыну вот эти пироги однажды принцу пришла в голову идея пойти погулять ночью он заблудился в лесу он потерялся и не мог найти выход домой путь домой куда куда идти он потерялся в лесу кто-то какой-то лесник его увидел ночью повелась к себе в деревню они были в пути целый день пока что маленький принц спал даже не мог ему ничего объяснить кто он и вот они приехали к нему в деревню вообще никто не знает даже где это а ребенок пока искал выход пока искал путь домой и спать в одежду и уже по нему совсем не видно что он царский ребенок что он принц попав в эту деревню он всем говорит вы не понимаете мне нужно во дворец к маме и папе на что каждый член этой деревне показывал ребенку и что с ума сошел какой принц какой дворец какой папа царь сиди иди убирай там сено навоз мы тебя будем кормить как какого-то там на ребенка который сирота который там затесался в деревне а ты будешь чернорабочим и как бы ребенок не пытался им объяснить что он на самом деле вообще принц его не место там копаться в навозе никто его не слушал и этот подросток понял чем больше я им объясняю что я принц тем больше на меня насмешек и издевательств придется прекратить это говорить и кушать хочется пойду работать в навозе в сене и выбора особо нету и ребенок уже месяц-два находится в таком состоянии он уже сам уже в принципе позабыл что он принц сидит себе работает он полюбил это дело он научился как оставить подковы лошадям он научился стричь овец и в принципе более не менее ему как бы нормально в этой деревне он подружился со своими ровесниками как-то худо-бедно он прижился в это же время царь и королева они постоянно ищут ребенка где наш мальчик отправляют гонцов обещают вознаграждение помогите найти принца потерялся принц но они не понимают почему его никто не может найти неужели его убили почему он пропал без вести как же его найти сказали им что возможно ребенок упал стукнулся об камень головой и у него амнезия он не помнит что он принц что такого любит вас и чтобы вы могли показать это ему и он вспомнит кто он сразу сказала мама мои пироги которые он так любил которые я лично для него делала потому что он любил этот вкус мама начала готовить фанатично пироги 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 несколько дней и отправили во все во все окрестности каждую деревню отправляют царские пироги с приказом каждый человек обязан попробовать пироги самой императрицы конечно деревенские люди их убеждать два раза не надо все начали кушать пироги очень прекрасно и вот дохла очередь до юного принца он попробовал мамины пироги и его просто осенило он начал кричать этим охранникам гвардейцам я царский сын верните меня к маме и папе сразу его забирают стража домой и принц вернулся домой ему нужно было вспомнить кто он и мамины пироги пришлись очень очень кстати и как в каждом рассказе жили они долго и счастливо в этом дворце как это касается нас каждый из нас я и ты он и она мы все царские дети царя всех царей всевышний который не имеет начала и конца он частичку себя дал каждому из нас и теперь мы вечное творение но это называем душа у нас есть душа мы живем вечно не год не два не сто не миллион не сто миллионов мы вечное творение потому что мы царские дети но что всевышний нас поместил в этот материальный мир на 100 лет чтобы мы могли себе пособирать заповеди и быть в раю вместе с ним вечно и мы к сожалению забываем что мы царские дети и как этот мальчик несчастный мальчик привык уже копаться в навозе стричь животных мы тоже забываем кто мы с вами мы все царские дети что делает наш отец он посылает нам шаббат вспомните кто вы раз в неделю тотальный запрет вообще как-то втручатышаны на украинском вмешиваться в этот мир нельзя не свет нельзя телефоны отстранись от этого мира иди в синагогу помолись побудь с семьей обсуждайте немножко тору за семейным столом вспомните кто вы не дайте вот этой мирской жизни наши все колоссальные заботы и трудности не дайте этим заботам не дайте им за чтобы вы забыли кто вы не дайте этого нельзя этого допустить принц попробуй мамины пироги и вспомни кто ты возвращайся домой тебя ждет царский дворец дорогие люди говорит всевышний я понимаю что вы бегаете день и ночь пропитание заботы и войны столько кошмара шаббат я хочу чтобы вспомнили кто вы вспоминайте вкусите вкусите пироги мамы вкуситесь шаббат папы вспомните кто вы вы вечные творения вы частички бога творца всех всего мира всего мироздания царские дети вспомните кто вы вспомните куда вы идете вы идете в рай к своему папе поэтому шаббат он насыщенный с такими большими запретами но все эти запреты ради нас сделай шаг назад подожди выйди из этих будней это проклятие мы все прокляты работаем как прокляты потому что первый человек согрешил и был проклят бог говорит останови это проклятие раз в неделю пойми кто ты и вспомни будь со мной вот что такое святость шаббата и вот насколько это важно спасибо огромное за внимание всем хорошей недели и будущий шаббат шалом